Едут большие фуры, едут большие фуры, да? Деревья, вот ветки, это мы уже собираем, ходим. Все это срывают, все это несут. Кучу щебенки привезли для ремонта, вон всю раздолбали. Лилия Александровна, как и остальные жители улицы Ташкентская и Утимисова, возмущены тем, что их дорогу буквально изрыли грузовые машины, которые работают на прокладке нового канализационного коллектора в районе Чапаевки. В общем, большегрузные фуры разбивают асфальт, а самые лихие водители сносят заборы и телефонные провода обрывают. Во, куча была, теперь ее не видно. Да хватит еще едешь. Вон, видите, что делают? Это еще легковая. А вот эта громадина едет, это вообще кошмар. Асфальт вот уже сломали. В прошлом году только бегали, мы тут соседи подписи собирали. Улицы Утимисовой, Ташкентской отремонтированы совсем недавно и предназначены они, по словам жителей, максимум для легкового автотранспорта. Но теперь из-за большегрузных машин автомобильные пробки – обычное дело. Машины попросту не могут поделить дорогу. На участке микрорайона Унтестик ведутся строительные работки по замене канализационных труб. Работы планируют завершить уже к началу марта. Представители Ямбекшинского акимата о проблеме знают. Обещают, что все проблемы устранят в скором времени. Там, где образовалась, будем так говорить, разбита дорога по вопросу ямочного ремонта. И по вопросу ремонта у нас занимается отдел транспорта города Шимкента, на чем в балансе находятся дороги. И предварительно они говорили, что это они будут восстанавливать. Но жители улиц в выражении недовольства останавливаться не собираются. Если их проблему не решат до середины марта, то люди заявляют, что пойдут жаловаться на неразворотливость коммунальщиков и местной власти к руководству области. Шудин Саидов, Николай Иванов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.